19 сентября в зале городской администрации состоялось еженедельное аппаратное совещание актива города под руководством заместителя главы администрации Смаила Дадаева. В первую очередь Дадаев поинтересовался положением дел в коммунальном хозяйстве в работе, направленной на благоустройство городской среды, и предоставил слово главному инженеру управления коммунального хозяйства Султан Паши Саидову. Значит, кратко, полоскутная среда, значит, на пяти площадках, одна общественная территория, это по улице Анджелепидзе, перед педотекой, и четыре общественные территории, многоквартирные дома, микрорайонов города, обвиняющие 11 многоквартирных домов, работы проводятся. В целом, значит, как я уже и ранее говорил, срок завещения, сдачи всех этих работ на всех площадках до 31 декабря, то есть до конца года. Мы точно намекли по графику. План график имеется, убежденный, он и представлен министрой Республики Дагестана. То есть мы идем по графику, да? Да, мы поэтому его выполняем, мы успеваем. Со стороны начальника МУПХА с благоустройства Абдул-Карима Кудбудинова была озвучена проблема, связанная с бродящим крупнорогатым скотом в центральной части города, которое портит молодые зеленые насаждения. Этапы работы по ремонту дорожного покрытия на городских улицах предоставили руководители подрядных организаций. Только у меня только одна улица осталась, которую мы сделаем, где районные милиции. Так. И под мостом, который был недавно, задан завещен. Но уже за поворот вышли уже? За поворот и вышли. Вышли, да? Ну, сейчас, прошлогодние деньги даже еще не получил, поэтому как только получил, через 2-3 дней, я его завещал полностью. В свою очередь о положении дел с момента начала учебного года рассказал начальник управления образования Руслан Ибрагимов. Детские высоты мы сегодня завершаем последний, кто остался после третьего этапа проверки. Заводим еще туда детей, и вводим на стартовую цифру порядка 3-4 лет. Сегодня последнее комплектование завершаем. А так у нас увеличение контингента на 1100 человек в этом году увеличилось. Увеличилось, да? В начальной школе полностью потребность учебников закрыли мы. 5, 6 и 7 классы закрыли. Сейчас вас ждем дополнительного поступления учебника до середины октября, обещали. И все остальные классы тоже будем закрывать. Заместитель начальника финансового управления Аминат Хадисова предоставила отчет деятельности за прошедшую неделю, доложив обстановку направлений финансово-экономического и налогового состояния на данный момент. Объем поступлений незначительный. В том числе по единому налогу на составание составило 5,800. По налогу на имущество 788 тысяч рублей. По земельному налогу 3,4 миллиона рублей. И по государственной дошли 370 тысяч рублей. А дело в том, что я хотела сказать, что основной объем поступлений по этим видам налогов у нас предусмотрен во второй половине месяца. Но вместе с тем, считая целесообразным, на очередном заседании Международной комиссии в четверг в 2 часа пригласить всех администраторов дохода и заслушать результаты выполненных работ. В завершении присутствующими был озвучен вопрос увеличения количества бродячих собак в местах массового пребывания горожан, таких как школы, парки и принятие соответствующих мер во избежание нападения и укусов. По данному поводу Дадаев отметил, что необходимо принять законные меры, которые, в свою очередь, потребуют дополнительных расходов из бюджета города. Зарема Хайбулаева, Саман Гакаев, информационная программа Пульс.